Друзья, сегодня мы, отвечая на вопросы зрителей, поговорим об иерархии между птицами на кормушках, а также о том, когда синицы и воробьи бодрствуют. В природе синицы и воробьи при кормёжке не пересекаются, а на кормушках, сделанных людьми, вынуждены встречаться. Отсюда возникают конфликты и вытеснения одного вида другим. При этом воробьи оккупируют кормушки, а синицы терпеливо ждут, когда те улетят. Почему так происходит? Дело в том, что воробьи комфортно себя чувствуют в толпе, а синицы в таких условиях испытывают постоянное напряжение. Индивидуальная дистанция, при которой птицы себя чувствуют комфортно, у синиц больше, чем у воробьёв. И главное, синицы не могут долго выносить её сокращение, если только очень голодные. Связано это с особенностями кормового поведения каждого вида. Синицы расклёвывают семечки, прижимая их лапками к чему-то твёрдому. Так как в кормушке таких предметов нет, они улетают на какую-то присаду и там расклёвывают. Воробьи шелушат семена прямо в клюве, и делают они это на кормушке. Разные виды птиц начинают утреннюю активность и отправляются на ночёвку в разное время. Синицы на кормушках появляются самыми первыми, прекращают кормиться последними. Дело в том, что воробьи отправляются спать раньше синиц, а просыпаются позже. Этим пользуются синицы. Они стараются побывать на кормушке рано утром или вечером, в сумерках, когда уровень освещенности позволяет им видеть пищу и окружающие предметы. Если кормушка находится под фонарём, то кормёжка синиц может продолжаться ещё дольше. Если синицы проникают на зимовку помещения, там они могут питаться и ночью. Особенно важно это для птиц в начале зимы, когда день ещё короткий. В декабре птицам сложно успеть набрать нужное количество пищи за короткий день. Воробьи своей напористостью способны вытеснить с кормушки даже таких крупных птиц, как горлицы. Сначала горлицы прогоняют своих меньших братьев, но затем им надоедает и они уступают. Между домовыми и полевыми воробьями есть своя иерархия на кормушках. Причём доминируют полевые воробьи. Это на первый взгляд кажется странным, так как полевые воробьи меньше и слабее домовых. При конфликтах полевого и домового воробья, как правило, побеждают домовый. Но почему тогда на кормушках доминируют полевые? Изучение поведения воробьев, измерение расстояния между птицами позволило ответить на этот вопрос. У домового и полевого воробьев при кормёжке разная индивидуальная дистанция, при которой они не испытывают негативных эмоций по отношению друг к другу. Как же узнать, считают ли птицы дистанцию комфортной? Очень просто. Если не проявляют агрессию к тому, кто ближе подошёл, значит считает комфортной. У домовых индивидуальная дистанция в 2,5 раза больше, чем у полевых. Когда на кормушке питаются одновременно оба вида, возникает такая ситуация. Полевой приближается к домовому. Домовый воспринимает это как грубое нарушение своего индивидуального пространства и прогоняет полевого. Приближается второй полевой, домовый опять прогоняет и так далее. В конце концов, это ему надоедает. Он покидает кормушку и ищет другую. Со стороны это выглядит, что полевые прогнали домового. Но если птицы сильно изголодались, они могут кормиться в любых условиях. Как это происходит в нашем случае. Между большими синицами и лазуревками на кормушках тоже возникают конфликты. Из-за нарушения индивидуальной дистанции. Но здесь о доминировании говорить сложно. Оба вида не уступают друг другу и ярко демонстрируют агрессивное поведение. Помимо межвидовой иерархии, у птиц на кормушках проявляется иерархия внутривидовая. Она также связана с особенностями их поведения и временем активности. Доминирующие особи кормятся в самые благоприятные периоды дня. А подчиненные выискивают момент, когда доминирующих особей на кормушке нет. Те синицы, которые кормятся на кормушках в утренние и вечерние часы, обычно это и есть подчиненные особи. На сегодня, пожалуй, все. В следующий раз мы поговорим о том, где ночуют птицы, и о том, как иногда мы неправильно растолковываем то, что происходит на кормушке. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok